Всем привет! Меня зовут Илья Кипаренко. Я из России. Я недавно покинул Россию, год назад я покинул Россию, потому что война. Я наполовину украинец и наполовину русский, и оставаться там у меня не было никакой возможности. В первую очередь эмоциональный, моральный. Ну и также с каждым днем это становилось опаснее и опаснее. Поэтому я здесь, в городе, в стране, в месте, где есть безопасность, где ты можешь осознать, взять время, осознать, что с тобой произошло. И, собственно, этот год я этим и занимаюсь. Медленно начинаю свою жизнь. Конечно, она совершенно изменилась на жизнь до и после. Нужно находить новые пути существования. как тебе сейчас нужно, как ты должен, что ты должен, что ты и как ты должен делать сейчас. Я актер, режиссер, занимался театром, фильмами и театральной педагогикой. И, конечно, война изменила все, и в том числе твой взгляд на те вещи, которыми ты занимался. И теперь я медленно-медленно начинаю нащупывать новый путь в своей жизни. Прекрасно, что есть такое пространство театр ТАК, которому я безумно благодарен. Они мне предоставили площадку для исследования и резиденцию, где я могу пробовать что-то, что-то пробовать себя, ощущать себя. Да, конечно, это сложно, пока война не закончилась. Война идет, и ты не можешь не думать об этом, и твой язык не сформирован, ты не знаешь. Мы находимся год уже в онемении, и только-только сейчас пытаешься как-то сказать, что с тобой произошло. Но самое главное — понять, что нужно делать в будущем. Потому что война закончится, и тебе предстоит осознавать, что делать с твоей страной, что делать с тобой, как ее менять в лучшую сторону. А пока я здесь, у меня несколько проектов сейчас. Три одновременно так случилось, и я этому очень рад. Небольшая читка пьесы о Сталине, о ее последствиях, о сталинизме. Следующий проект — это с немецко-говорящими людьми, с немцами. «Против войны» — такой антимилитаристский проект. И также вот мой собственный проект «Work in progress», процесс исследования того театра, который я нащупываю заново. И то ощущение, которое у меня сложилось за этот год.